ребят всем привет сегодня я хочу в нашем ролике показать как выставить маяки вот в этой комнате изначально значит что мы хотим как всегда чтобы у нас были одинаковые ширины проемы смотрим рулеткой к примеру должно здесь быть 32 и с этой стороны 32 также смотрим на окно хотим чтобы наше окно было с одинаковыми размерами по откосам по глубине по ширине то есть от примыкания до уголка у нас допустим к примеру это мои цифры 10 здесь 10 сверху 10 никаких морковок быть не должно вот так мы и устанавливаем маяки сейчас начнем стрелять нашим лазером вот эту стенку у нас лазер а до 6d max liner включаем луч и вот с этой стороны где у вас уже плоско сделано то есть мы кладем на пол правило и прижимаем его к стенке плотно чтобы она прилегала начинаем отмерять отправила это то есть наша плоскость вот у меня отправила до луча сорок один и пять показывает и с этой стороны сорок один и пять вот мы выставили лазер четко и здесь у нас будут одинаковые ширины откосы этого избежание того чтобы не было потом проблем с вашими дверными коробками все значит луч у нас на этой стенке бьет одинаковые ширины откосы мы уже выставили и начинаем сейчас рулеткой смотреть где у нас минимальная точка не обязательно стрелять каждый кирпич можно отойти просто в сторонку посмотреть на стену где у вас может быть какой-то бетон торчит может быть блок какой-то торчит если допустим хотите сэкономить на смеси если блок какой-то торчит то его можно в принципе спилить если это газоблок кирпич можно сбить но если монолит торчит с монолитом уже будет это все довольно таки трудоемко но мы этим никогда не занимаемся то есть если где-то там выпирает какая-то часть мы стараемся то есть все штукатурить как есть простреливаем 95 95 вот я обычно беру вот на такой стенке там пять шесть точек где я стрельну здесь тоже 95 здесь 10 вот на монолите тоже 9 и 5 10 10 минимальная точка у нас сейчас получается на этой стенке девять с половиной сантиметров значит мы будем маяк ставить на восемь с минус один сантиметр мы берем на маяк маяк у нас 6 миллиметров штукатурка нам дает штукатурить 8 миллиметров от 8 миллиметров наша штукатурка идет но чтобы эти миллиметры не высчитывать там два миллиметра три миллиметра мы просто берем на округло сантиметр убавляем от нашей минимальной точки это будет самая значит маяк будем ставить на 8 и 5 минимальный слой у нас на этой стенке будет один сантиметр приступим к установке маяков ведре у нас как всегда гипсовый раствор у себя в руках гладилка и шпатель кстати это инструмент и мой сразу взял в руки чувствую не моё всем его рассчитываю на то что я здесь уже примерно померил здесь у меня метр пятьдесят и метр шестьдесят поставлю три маяка так как у нас слой не толстый я плюшки делаю небольшие высота у нас три метра 1 маяк так здесь у нас будет второй ребят подписываемся на телеграм-канал ссылочку оставлю в описании под роликом второй маяк и вымазываем 3 он будет у нас вот здесь на этом аппендиксе между плюшками расстояние можно делать сантиметров 30 примерно здесь у нас 3 маяк также сейчас объясню после этой стенки как поставить 90 градусов вот от этой стенки всегда если идет объект весь по 90 градусов с прямыми углами то мы всегда начинаем штукатурить от коридора потому что у нас коридор с дверными проемами и как всегда от коридора расходятся комнаты кухни какие-то помещения и так далее в основном 90 градусов всегда начинаем устанавливать маяки с коридора на этом объекте мы заказчиком не обговаривали 90 градусов делать в комнатах обговаривали только естественно но это по умолчанию везде делается на каждом объекте что санузлы и где кухня вставная то есть у нас это как бы по умолчанию входит в квадратный метр может кто-то деньги отдельно берет но если конечно вот есть такие люди заказчики что вот хочу и все везде 90 градусов я говорю ну вам придется тогда за это заплатить мне говорит без разницы я буду платить это естественно плюс у нас идет перерасход штукатурки плюс дольше времени надо устанавливать все маяки это все дело вылавливать вплоть до миллиметра так лесенку мы поставили и все вот сейчас у нас значит еще раз объясню здесь у нас 9 с половиной сантиметров у вас это могут быть другие цифры то есть смотря какой у вас лазерный нивелир то есть вы его можете поставить как ближе к стенке так и дальше от стенки вот берем сантиметр на маяк вычитаем и получается мы будем ставить на 85 все и я прижимаю то есть рулеткой вот каждую точку вот у меня 85 85 85 и вот в том же духе и пошел все прижимать на одну и ту же отметку можно вот здесь вот сбоку посмотреть что видать вот она отметка 85 дальше пошла 85 85 85 85 вот они все отметки уже выставлены то есть вот у нас получается здесь полтора сантиметра слой от минимальной точки будет сантиметр и следующий маяк также прижимаем на одинаковое расстояние от маяка до луча вообще принципе сложности тут никакой нету прежде чем залезть наверх то есть прижать все точки возьмите с собой десятку шпатель пригодится чтобы сразу снять лишние с маяков об готова 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 все и лишнее сразу снимаем или ведро или за маяк размазываем чтобы потом уже больше туда не залазить а то прижмете залезете потом опять чтобы снять лишние опять залазить сюда так где у нас луч 85 85 конечно такие ролики надо всегда смотреть до конца чтобы понять как это все правильно делается ничего не не пропустить а то люди посмотрят ролик там минуту-полторы и все и они уже начинают потом комментариях писать что у меня ничего не получается как это делается и я вообще не понимаю и так далее если посмотреть внимательно весь ролик я тоже бывает включаю youtube то что мне неизвестно и начинаю смотреть учиться у людей но не все люди говорят правду у меня некоторые ролики вообще без монтажа идут то есть вот то что я делаю то и выставляю все верхушки мы поставили сейчас вот лишние с низов уберем еще будет один нюанс сейчас посмотрим когда я работаю и не разговариваю у меня получается быстрее работа ну то есть вот поставить всю эту комнату в комнате примерно где-то квадратов 40 45 по стенам но я не знаю но мне ее поставить ну час примерно где-то так под музыку включаем музыку и вперед работать так значит все все точки мы приезжали и потом вот сейчас у меня просто нету с собой два с половиной правила уровня можно проверить в принципе двушка если где-то вы ошиблись на пару миллиметров но где-то бугорок ну что-то неправильно в цифрах там вам всегда подскажет уже потом в конце правила то есть вот все ход она стоит четко если был бы у меня бугорок то она бы прыгала вот так все и этот бугорок просто возьмите правилом прижмите пока у вас раствор не засох и также проверяем вверх все вот оно должно прям вот так кататься по маяку это означает что она стоит четко проверяем следующие хорошо здесь вижу небольшую ямку и чувствую но как бы я знаю уже из опыта что вверх чуть-чуть не дожал я вот так просто беру стукнул капельку в принципе все ямка пропала и следующий маяк проверяем готова и здесь готова все стенка у нас выставлено значит что мы сделали мы сделали откоса одинаковой ширины то есть от этой плоскости от коридора все у нас одинаковое расстояние 42 и 5 по моему здесь у нас тоже 40 а 41 и 5 все 41 5 41 из 5 и на маяках у нас можно продемонстрировать на этом маяке у нас 8 и 5 следующий маяк показываем тоже 8 и 5 если у вас там миллиметр какой-то плавает это ничего страшного не надо ловить эти миллиметры это все с подрезкой потом все равно убирается и здесь тоже самое 85 все три маяка у нас стоят ребят объясняю дальше как 90 градусов строится вот смотрите вот поставили мы эту стенку нам надо поставить вот эту стенку допустим к примеру здесь у нас кухня нам вот эту стенку под 90 градусов надо поставить если у вас луч но сейчас 21 век я думаю что лазера себе в ремонт покупают все сейчас лазер стоит 5000 рублей пожалуйста покупайте и пользуйтесь если на весь ремонт вам его хватит за глаза вот у меня лазерник стреляет в четыре стороны четыре линии вот вот сейчас уже 90 градусов уже построена все вот луч идет так и луч идет так берем значит еще раз проверяем себя чтобы не напортить ничего вот допустим пробежался здесь посмотрел здесь посмотрел одинаковое расстояние все на этой стенке тоже самое делаем что и на этой стенке луч у нас уже стоит 90 градусов ничего подкручивать не надо все он уже настроен то есть изначально вы выставили вот эту стенку потом нажали на кнопочку и у вас 90 выстрелил еще один луч ищем здесь тоже минимальную точку 10 10 вот здесь у нас торчат трубы вот здесь 9 и 5 минимальная точка 9 и 5 9 вот здесь вот в углу внизу 9 здесь тоже 9 и 2 ну так вот минимальная точка у нас 9 значит маяк ставим на 8 минус 1 сантиметр берем на маяк и все и в том же порядке что я вам показал вот маяки 1 поставил все тоже самое делаем здесь и у вас получается прямой угол все 90 градусов выставлено дальше могу еще показать как выставляется окно но здесь мы сами 90 градусов делать не будем во избежание того чтобы ну штукатурки перерасход не было здесь нам не надо делать мы здесь не обговаривали заказчиком что у нас здесь будет 90 градусов я сейчас могу взять лазерник настроить на окно и показать как окно устанавливать все видео сегодня плала про лазерный уровень про маяки вот бьем луч от окна от рамы сразу стреляем сколько до луча у нас 31 31 вот попал попал просто это уже может быть не знаю профессиональная уже то есть луч стрельнул примерно его по стенке поставил как он будет и все и вот у нас размер вот можно сюда с камерой посмотреть вот 31 на рулетке показывает с этой стороны рамы идем на следующую сторону тоже 31 но если там плюс миллиметр ну друзья давайте не будем уже такие погрешности тут выравнивать 1 миллиметр все 3131 это означает то что лазерник вы выставили правильно у нас получается по откосом у нас получается что откоса будет одинаковой ширины что по бокам что сверху все будет одинаково и так же ищем минимальную точку допустим сейчас покажу 13 13 на монолите 12 и 5 здесь 13 здесь 13 12 и 5 у нас минимальная . берем минус сантиметр на маяк и все и начинаем установку маяков то есть будем ставить на 11 и 5 12 и 5 у нас минималка ставить будем на 11 минус сантиметр на маяк со слоем все и в том же порядке следующие стенки вот так вот друзья показали вроде рассказали если кому-то что-то непонятно или кто-то что-то понял пишите в комментариях подписываемся на канал подписываемся на телеграм-канал меня зовут александр пишите звоните всем отвечу всем пока